Приветствую, друзья! Я написал книгу о будущем России, о том, какое оно должно быть, как к нему перейти. Может показаться, что сейчас не самое лучшее время для разговоров о России и о ее будущем. Сегодня, когда ракеты взрываются на улицах Киева, Днепра, Запорожья, других украинских городов, хочется скорее остановить войну. Хочется прекратить путинскую агрессию против украинского народа, украинской государственности. Несколько недель непрерывных бомбежек по мирным городам. Но и о будущем России нужно думать прямо сейчас. В тот момент, когда смена режима станет возможной, стране будет нужен уже готовый план действий. А значит, обсуждать его не будет времени. Ключевым вопросом переходного периода будет вопрос смены власти. Причем не просто смены персонального состава, но самой системы и природы власти в нашей стране. И провести все дискуссии, прийти к консенсу по этому вопросу. Было бы хорошо уже сейчас. Потом может быть поздно. Российская история неразрывно связана с одним человеком. С его слабостями и комплексами, с его страхами и заблуждениями, с его бэкграундом и трансформацией. И если вы думаете, что я говорю про Путина, то вы ошибаетесь. Я говорю про президента Российской Федерации. Пост президента еще по Ельцинской Конституции наделяет гигантскими полномочиями. Президент – это глава государства, верховный главнокомандующий, субъект законодательной инициативы, начальник главы правительства, руководитель силовых министров. Ему подчиняются спецслужбы, прокуратура, следственный комитет. Президент назначает судьи и имеет влияние на парламент. Президент представляет страну на международной арене. От него зависят практически полностью региональные власти. Это чрезвычайно большой объем полномочий. Президентская власть, по сути, никак не сбалансирована. Имеет мало ограничений. От личности одного человека полностью зависит жизнь 145-миллионной страны. За всю историю России в стране сменилось три президента. Три совершенно разных человека. Но в каком-то смысле с похожей траекторией развития. Ну вот возьмите Борис Николаевич Ельцин. Он вырвал власть в тяжелой политической борьбе. Победил под лозунгами демократизации, борьбы с привилегиями чиновников и так далее. Но со временем для Бориса Николаевича почти единственной задачей стало, к сожалению, лишь удержание власти. Я сделал все, что мог. Правление Ельцина закономерно закончилось передачей президентского кресла самому беспринципному и готовому нарушать закон преемнику. Полковник КГБ Путин пообещал обеспечить гарантии личной безопасности и неприкосновенности активов семьи Ельцина. И получил почти неограниченную власть в огромной стране. И поднимем бокалы за новый век России. Путин начального до 2004 года периода был не самым плохим с точки зрения развития страны президентом. Да, конечно, обладая нынешним опытом, можно было бы сказать, что уже тогда были видны те сигналы, во что Путин превратится потом. Россия и Украина развивают свои двусторонние отношения в особом режиме. Ну тогда вторая чеченская кампания. Его реакция на гибель Курска. Она утонула. История с Нору Остом. Разгром НТВ. Конечно, долг перед зрителями еще важнее. Но, пожалуйста, поймите и нас. Все это сочеталось с действительно прогрессивными налоговыми, бюджетными и административными реформами. И даже к 2008 году, когда у Путина за спиной была гибель заложников в Беслане, убийство оппозиционных журналистов, использование отравляющего оружия для политических расправ и отразившийся лично на мне разгром Юкуса, он все еще мог войти в историю хотя бы неупырем. Но президентство Медведева было самым коротким. Моего трансформация самой быстрой. Молодой, прогрессивный, продвинутый президент стартовал с лозунга «Свобода лучше, чем не свобода». А уже через три года участвовал в позорной инсценировке, вошедшей в историю страны как рокировочка. Желаю Владимиру Владимировичу Путину успехов в должности президента России. Второе происшествие Путина вначале ознаменовалось некоторой оттепелью. Зимняя Олимпиада как попытка наладить отношения с миром, освобождение части политических заключенных. Но все изменилось после Киевского Майдана и свержения вороватого и бессмысленного режима Януковича. Россия не может быть в стороне. Вот я вот сейчас это сказал и слышу, как это странно звучит. Почему революция в другой стране, вот она именно так изменила Россию? Думаю, потому что Путин испугался. На примере Украины он очень наглядно увидел сценарий потери своего самого ценного актива власти. Именно этот страх первичен в его дальнейшей революции. И Путин начал мстить тем, кто, по его мнению, вынудил его почувствовать страх. В зараженном конспирологии мозгу КГБшника виноватыми оказались украинцы, американцы, оппозиция. Киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями. Ну, украинцы свергли и прогнали своего коррупционера и узурпатора. Сделали это смело, демонстративно, не спросив Путина. И он этого им никогда так и не простил. Американцы, как это, опять же, очевидно для Путина, все это устроили. Причем не просто так, а назло ему. Понятно же, что сами граждане Украины субъектом политики не являются, автократов не свергают. Так что все устроили американцы. А кто еще? Ну, а российская оппозиция, во-первых, была свидетелем путинского унижения, а во-вторых, могла стать потенциальной силой, которая бы повторила украинский опыт. И с этого момента та точка, в которой мы сейчас находимся, это война против Украины, масштабные репрессии внутри страны, угрозы ядерным оружием странам НАТО, вот эта точка стала, вероятно, закономерной и неизбежной. Путин пришел во власть достаточно случайным образом. Я не думаю, что в 99-м, 2000-м годах у него были какие-то стратегические видения себя во власти или желательного образа страны, к которому надо прийти. Справедливо будет сказать, что сама президентская власть во многом, пускай не полностью, но во многом сформировала того Путина, которого мы видим сегодня. А Путин является и символом, и причиной того, где сейчас находится и наша страна, и вместе с ней весь остальной мир. Порушенные международные отношения, кровопролитная война против украинского народа, разоренная и лишенная будущего Россия, как никогда близкая опасность ядерного Армагеддона, я уж не говорю про такие мелочи, как отброшенная на десятилетия российская экономика. Сегодня Путин является угрозой, возможно, даже мирового масштаба. Мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. И уж точно фигура Путина является препятствием для того, чтобы наша страна получила хотя бы шанс подняться с того дна, на котором она находится сейчас. А значит, этот дракон должен быть убит. Это необходимое условие для того, чтобы у России появилось будущее. Это наш единственный шанс, наша единственная надежда. Слишком уж далеко все зашло. Сам факт существования государства Россия, а возможно и других стран, зависит от того, сможем ли мы убить дракона неограниченной, единоличной президентской власти. Сможем ли мы избавиться от поста президента, царя, императора, спасителя Отечества, или как там его ни назови. На самом деле, это, если не единственный, то самый сущностный вопрос для будущего страны. И именно поэтому, готовя книгу о будущем России, я вынес этот вопрос в название. Как убить дракона? И дракон здесь не Путин. Хотя, как вы понимаете, я не мог отказать себе в удовольствии и дать немного двусмысленности. Дракон, которого реально надо убить, это даже не просто президентский пост с полномочиями диктатора времен Римской империи. Дракон – это запрос российского общества на личность спасителя, на доброго царя, на одного человека, который придет и все исправит. Но любые формы единоличного управления в России будут с неизбежностью приводить к перерождению режима в автократический и тоталитарный. Любая, даже самая слабая личность, оказавшись на вершине пирамиды власти, не сможет удержаться от соблазна подмять эту пирамиду под себя. Когда приходят к власти революционер, новатор, освободитель, а уходят сатрап, диктатор и душитель, душитель свободы, цепляющийся за власть вместе с жалкой кучкой коррумпированных приспешников. И конкретная фамилия ничего не значит. Это объективный процесс. Значит, у этой пирамиды надо срезать вершину. Именно поэтому я вижу свою миссию в следующем – убедить тех, кто разделяет мои идеалы, кто хочет видеть Россию свободной, что достичь этого можно, только построив в России по-настоящему федеративную парламентскую республику с развитым местным самоуправлением. Важно избавиться от диктатора. Важно расследовать преступления режима. Важно восстановить хотя бы элементарные демократические нормы в стране и вернуть ей правосудие и справедливость. Но еще важнее сделать это таким образом, чтобы все возвращенное не было тут же утеряно вновь. А это возможно лишь при переходе к федеративной парламентской республике. Построить такую республику в России намного сложнее, чем свергнуть режим Путина. Но только такая трансформация может гарантировать, что российскому обществу удастся убить дракона и выбраться из многовековой колеи авторитаризма. В книге «Как убить дракона» я предложил свое видение будущего России и детальный разбор тех шагов, которые могут привести нас в это будущее. Я очень хочу, чтобы дискуссия на эту тему стартовала именно сейчас, когда у нас есть еще время. Хотя я не уверен, что его много. Время, чтобы все обсудить и подготовиться. Скачивайте книгу на моем сайте, читайте сами, рассылайте друзьям, знакомым, родственникам и принимайте участие в обсуждении. Обсуждайте здесь, в комментариях, обсуждайте в своих соцсетях. Согласны ли вы с моим подходом к распределению ренты или с позиции по захваченным украинским территориям? Что вы думаете о люстрации? Все эти вопросы нужно успеть обсудить и прийти к их решению, чтобы потом не тратить на это время, которого и так не будет. Будущее само по себе не настанет. По крайней мере, в том виде, в котором мы его хотели бы видеть. Счастливо вам! И давайте строить Россию мечты вместе!